Одна из главных тем обсуждения сейчас внутри «Слуги народа» усиление позиций секретаря СНБ у Данилова, пишет телеграм-канал «Политика страны». На фоне активности, поведения санкций и других решений у Данилова стали проявляться большие амбиции. В том числе говорят, что он не против стать главой офиса президента, в случае, если многочисленные скандалы все-таки накроют с головой Андрея Ермака и ему придется уйти. Впрочем, как уже неоднократно бывало в украинской политике, как только один деятель набирает обороты, против него создают широкую коалицию, состоит товарищей, которые начинают его топить. К слову, недавно прошел слух о том, что глава офиса президента может стать глава бюджетного комитета Аристов, после чего началась мощная волна его дискредитации во всем возможном канале. Хотя сам Аристов своим знакомым говорит, что у него и в мыслях не было подсиживать Ермака, и слух запустили без его ведома. Стоит отметить, что Центр противодействия дезинформации, анонсированный президентом Владимиром Зеленским, заработает 16 марта. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Александр Данилов. Секретарь СНБО отметил, что Центр не будет закрыт институтом, и общество будет информировать об определенных событиях. Также он сообщил, что Центр будет иметь отдельного руководителя, которого назначит президент своим указом. Сейчас там работают сотрудники аппарата СНБО, которые занимаются вопросами противодействия дезинформации. Продолжение следует...